День! 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 Праздничная атмосфера царила и в немецком обществе «Эрфольк». Ежегодно 6 декабря во всем мире немцы отмечают День Святого Николауса – заступника детей, моряков, торговцев и студентов. Самое главное – это то, что все дети начищают свою настоящую обувь, свои ботинки или сапоги и ставят их перед дверями дома или квартиры. И в ночь с пятого на шестое туда Николаус уже кладет сладости, либо, если ребенок плохо себя вел, то розги. И на самом деле действительно нужно стараться вести себя целый год хорошо, быть очень вежливым и аккуратным для того, чтобы именно 6 декабря получить от Николауса презент. В субботу марафон рождественских мероприятий продолжился. Свои двери для ребятней старшего поколения открыли творческие мастерские центра «Марка Ротко». Детвора и их родители колдовали над своими снежинками. Занятие оказалось не из простых. Сложно? Ну, пожалуй, сложного ничего, фантазии не хватает. А у детства и хватает фантазии? Думаю, что да. Мне очень нравится. А ты уже сделала свою снежинку или только начинаешь? Ну, доделываю. Мы уже не дети, но все-таки не смогли удержаться и сделали свою снежинку. Может быть, она и не такая красивая, как все остальные, но она наша, и сегодня мы ее повесим на елку центра «Марка Ротко». На площади Венебас в этот субботний день тоже было весело. И выпавший белый пушистый снег только добавил всем настроение. Кто-то катался на каруселях, кто-то фотографировался возле симпатичных снеговиков и красавицы елки. Кто-то неспешно прогуливался по рождественскому базарчику, выбирая подарки для близких и друзей. А в домике гномов детвора мастерила рождественские новогодние сувениры, которые они спрячут под елку в преддверии Рождества и Нового года. Рождества и Нового года.